В Республиканской библиотеке имени Харимат Байрамуковой прошел круглый стол, встреча трех поколений, посвященный Дню Возрождения Карачаевского народа. Собравшиеся вспоминали тяжелые дни депортации и делились воспоминаниями о том, как проходило восстановление жизни после возвращения на историческую родину. В мероприятии принял участие и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Здесь собрались представители трех поколений, которые выступают живыми свидетелями выселения, рождения в ссылке и те, которые появились на свет уже после на родине. Открывая работу круглого стола, руководитель Республиканской библиотеки Салых Хабчаев поприветствовал всех собравшихся и отметил важность подобных встреч. В свою очередь, председатель комитета парламента Карачаева-Черкесии по науке, культуре и образованию Алексей Ганшин поздравил с этим знаменательным днем в истории карачаевского народа и пожелал, чтобы подобные утраты не испытывал ни один народ. Народ вернулся на свою родную родину, значит, на свои земли, полностью восстановился, получил прекрасное образование и сейчас занимает достойное место в развитии нашей республики и в развитии всей нашей России. От души поздравляю всех вас с праздником. Те ужасные депортации буквально всплывали перед глазами тех, кто на мероприятии рассказывал о своей жизни в Средней Азии, столько разрушенных жизней и судеб людей, которые так и не вернулись в родные края. И мы сегодня с горечью вспоминаем их, отмечали собравшиеся. Представитель поколения, который родился после возвращения на родину и кто принимал участие в реабилитации карачаевского народа, заместитель председателя общественной организации Карачаев-Ланхал Шагабан Татаргула, подчеркнул, что сегодня необходимо уделять особое внимание воспитанию подрастающего поколения и развитию нашего народа. Период с 1957 года, когда карачаевский народ вернулся со Средней Азии, на мой взгляд, выполнен большой объем работ по возрождению карачаевского народа. В промышленности, в сельском хозяйстве, в вопросах культуры, развития, искусства. Значительный рывок сделан. И на сегодняшний день, я недавно наблюдаю за большим количеством ученых, докторов наук Карачаева-Черкесии, просто был приятно удивлен тем количеством, которые и потенциалом, который сегодня имеет не только Карачаева-Черкесия, но и карачаевский народ. Наш народ первым встретил карачаевцев. И, безусловно, мы чтим память погибших в тех ужасных местах депортации, отметил доктор политических наук Абуталип Сангрибаев. Боль карачаевского народа отразилась и на нагайцев. Мы, язык у нас почти одинаковый, но не только в этом. Например, по истории мы видим, что когда мы видели, слышали, я тоже слышал, читал, когда возвращались к Карачаевску на станции Ураковская, на станции Эркин-Шахар, наши нагайцы встречали хлебом с солью, нагайским чаем, паурсак, хатлама. Также в Республиканской библиотеке была организована фотовыставка с портретами людей, испытавших насилие выселения, и выставка книг, посвященные теме депортации. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.